Доброе утро! И мы продолжаем. Через игру в профессию. Такой проект реализуется в Ульяновской области с 1 июля. Для кого он и в чем его уникальность? Предлагаю об этом поговорить сегодня с нашими гостями. А сегодня у нас в студии Наталья Владимировна Зорина, заместитель министра семейного демографической политики и социального благополучия Ульяновской области. А также Светлана Владимировна Верюгина, председатель регионального отделения по Ульяновской области Всероссийской общественной организации родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными нарушениями, нуждающиеся в представительстве своих интересов по Ульяновской области. Доброе утро! Вот такое долгое начало, но разговор будет очень интересный. Расскажите, во-первых, о проекте. Для кого? Вот с чем пришли? Доброе утро! Действительно, проект он уникальный. Уникален он тем, что у нас в Ульяновской области очень много детей занимаются в театральных студиях, в театральных кружках. И по много лет, многие даже больше десятка лет занимаются в этих кружках. Я имею в виду детей с особенностями в развитии. На базе реабилитационных центров, на базе коррекционных школ. И в дальнейшем хотелось бы, чтобы это было не только хобби для ребят, но и профессия. Чтобы профессия была в будущем, чтобы они могли реализовать себя как специалистами и, возможно, даже работая, получать определенное денежное вознаграждение, как все мы работающие граждане. Ну, а действительно, запрос такой есть? Да, запрос действительно есть. У нас действительно в регионе проживает порядка 6,5 тысяч ребят молодых инвалидов, порядка 4,5 тысяч ребят детей с инвалидностью. И действительно, есть такой запрос. И проект действительно, как сказала Светлана, уникальный. И уникальность его в том, на сегодняшний день у нас пока в регионе существует достаточно, ну, большое, мы будем говорить, количество театральных студий на базе, например, наших учреждений социальной защиты. Таких театральных студий порядка 40, которых занимаются около 200 ребят. Но, как правильно сказала Светлана, что это получается как кружки. Кружок, хобби для ребят. Это, конечно, хороший, замечательный элемент, очень мощный в реабилитационной программе, как театральное искусство для ребят с особенностями здоровья. Но, по сути, они, наверное, не понимают конечной цели, как исключительно какие-то представления. И в этом проекте, который девчонки выиграли и получили грантовую поддержку, огромное вообще за эту идею спасибо, и за то, что они будут продвигать эту идею, действительно важно, чтобы у ребят было продолжение этого истории, так же, как и у ребят, которые ходят в различные кружки, доп. образования, но они потом могут выбрать это в качестве профессии. И здесь это такое же хорошее начало для того, чтобы ребята, Светлана не сказала, что они еще будут в рамках этого гранта заниматься таким вопросом, как создание факультета или программы на базе нашего училища культуры, чтобы появилось для таких ребят, чтобы они могли получить образование и в дальнейшем работать. Такой вопрос действительно есть, да, Светлана? Да, действительно, мы будем подавать резолюцию, и с Министерством просвещения и образования уже это проговорено, о том, что необходимо показать потребность в том, что необходима адаптированная программа в училище культуры. У нас называется это колледж культуры, да, культуры и искусства, который пока только готовит детей, ну, скажем так, нормотипичных, да, будем говорить. По всем остальным специальностям у нас предусмотрены адаптированные программы. Это работник зеленого хозяйства, например, швея, маляр, столяр. То есть это те специальности, которые подходят нашим особенным ребятам. Но, учитывая то, что, как мы уже неоднократно сказали, что наши дети занимаются в театральных кружках очень профессионально уже и достаточно давно, в этом направлении тоже необходим такой профессиональный пул, чтобы ребята получали профессию и дальше работали. А вот как реализуется сейчас вот проект от игры в профессию, так сказать, сейчас? То есть как он помогает ребятам? Что делается как раз? Может, какие-то курсы, может, какие-то еще обучающие? Но я хочу сказать, что у нас проект только-только начинается. То есть у нас только сейчас заканчивается набор ребят в этот проект. Ребята поделены на две категории. Первая категория – это молодые детки наши от 7 до 18 лет. Те, которые в будущем, в перспективе, как раз должны будут обучаться в этом училище культуры. Это ребята с УВЗ. Да. С УВЗ, с инвалидностью, да. С инвалидностью. А ментальные нарушения у них тоже есть? Или вот как это? Конечно. Да. Но мы вообще не делим ни на какие нозологи. И наша организация, ВАРДИ, Всероссийская общественная организация, она не преследует разделений ни по каким нозологиям наших ребят. Если у ребенка, если у подростка есть действительно потенциал, он его показывает, он его реализовывает на протяжении долгого времени, почему ему не заняться этим профессионально? Мы как раз и стараемся, и проект направлен на то, чтобы это действительно была профессиональная его деятельность. Кроме того, что у нас будет три театральные постановки в проекте, проект будет длиться на протяжении 13 месяцев, наши ребята получат мастер-классы. Мастер-классы от ведущих актеров, от режиссеров. У нас в проекте задействован Терехов Эдуард Аркадьевич, который согласился в дальнейшем даже трудоустраивать наших ребят. И на каждой театральной постановке будет заседание экспертной комиссии. Экспертная комиссия как раз даст заключение о том, действительно тот или иной ребенок-подросток профессионального уровня себя реализовывает и является ли конкурентно способным на рынке труда нашим. Либо это все-таки будет оставаться в качестве хобби. И в экспертную комиссию у нас ходят представители Министерства образования и просвещения Ульяновской области, Министерства культуры Ульяновской области. Безусловно, без Министерства социальной и демографической политики мы никак не обойдемся. Агентство по развитию человеческого потенциала, потому что у нас с 1 сентября произойдут изменения для работодателей в качестве квотирования инвалидных мест. Если ранее достаточно было просто обозначить эту квоту, то сейчас она должна будет быть заполнена. Это такое поспорье в нашем проекте тоже, и мы это имеем в виду, и с этим, собственно, и двигаемся. То есть мы знаем, что ребята точно будут востребованы? Мы единственное, что знаем и понимаем, что количество ребят, которых молодых, вот как раз в особенности здоровья, они есть. И я не скажу, что их, наверное, растет с каждым годом, но мы должны признавать, что они есть. И понимаете, наверное, такая вот проблема, которая существует в какой-то период длительный. Ребята заканчивают школы 18 лет. И с 18 лет их процесс социализации, по сути, заканчивается. То есть все остальное ложится бременем на родительскую ответственность. Да. Понимаете? И для ребят должна быть предоставлена такая же возможность получать образование. Да, хорошо, замечательная профессия. Маляр, штукатур, зеленитель. То есть, да, эти профессии, но мы прекрасно понимаем, что не каждый из них, ну, так же, как и каждый из ребят, не хочет заниматься, в принципе, такими профессиями. Мы не будем говорить, что они достаточно популярны. А то, чем дети занимаются на протяжении долгого времени вот в этих студиях, им гораздо комфортнее перейти и получать уже профессиональные навыки. То есть это заинтересованность, в любом случае, молодого человека в получении образования, его нужности, это его социализация. И тогда мы можем говорить об хорошем, инклюзивном обществе, где каждый из нас может воспользоваться своими возможностями и их проявив. Но и главное, действительно, как сказала Светлана, что теперь вопрос с трудоустройством инвалидов, это будет история, носит нерекомендательный характер. И как бы это не история трудоустройства, так и инвалидов, людей, это трудоустройство инвалидов. Это действительно, да, то есть мы называем вещи своими именами. Да, это люди с инвалидностью, в этом нет ничего, скажем, такого, что об этом как-то говорить не очень комфортно и неудобно. Это нормально. Это нормально, это как бы данность. Очень многие люди, с которыми происходит заболевание, мы же совершенно спокойно их называем, там, люди с инвалидностью, но они бы должны нормальные права и возможности, которые они могут их реализовать. И еще раз говорю, действительно, замечательный проект. И если итогом сложатся вот эти адаптивные обучающие курсы и вопрос их трудоустройства, это действительно будет большой прорыв. Просто действительно, пока это маленькая, может быть, будет фокус-группа, но это даст возможность потом уже без проекта просто родителям, и самое главное, ребятам себя реализовывать. Ну, получается, это проект только в сфере актерского мастерства. Пока да. А подобные проекты еще планируется проводить в других сферах? Ну, это инициативы, это общественные инициативы. Я говорю, и действительно, я хотела поблагодарить Светлану, пока мы такую тему завели. Они очень много действительно делают проектов. Они кажутся, на первый взгляд, сначала такими незначительными, кажутся маловажными, потому что, наверное, все, что касается ребят с инвалидностью, это процесс длительный, долгий. То есть здесь нет такого вот скорого результата, поэтому, наверное, нужно попробовать вот такой проект. Потом могут появиться другие профориентационные проекты. Нужно просто пробовать, потому что это действительно такая сложная, долгая работа. К этому надо подготовиться не столько самим, на самом деле, ребятам, их родителям, сколько обществу. Нужно их принять. Это ведь программа для педагогов, это программа для ребят, с которыми они будут учиться и находиться вместе, принять их. Это вопрос к работодателям, которые должны также понимать, что трудоустройство молодого человека с инвалидностью, это то есть не трудоустройство человека без каких-то там ограничений в здоровье. То есть, ну, это длительная работа, говорю, и хорошо, что они вот появляются такие проекты, они полноценно идут. Поэтому, говорю, вот Света замечает, я думаю, что воспользуясь своими семейными приемами, она будет доносить вот эту информацию через них о важности для того, чтобы и родители, в принципе, заинтересовались этим проектом. Это ведь тоже очень важно со стороны родителей поддержать своего ребенка, потому что это, конечно, родительский огромный труд в первую очередь. Светлана, а сколько будет реализовываться этот проект по длительности? И вы сказали, две группы, о младших поговорили, старшие. 13 месяцев. 13 месяцев будет реализовываться проект, и здесь будет дополнение, такая синергия. То есть и ребята младшего возраста, и ребята старшего возраста, они будут одновременно участвовать в театральных постановках. Но, естественно, роли будут разные. У нас в проекте задействован режиссер, у нас в проекте задействован социальный педагог, у нас в проекте задействован психолог, который сможет скорректировать поведение, если будет необходимо, конечно, как ребят, так и настроить родителей, потому что это достаточно большая работа, огромная работа. Огромная работа. И как правильно Наталья Владимировна сказала, что это не будет решаться ежесекунда. Если мы говорим про адаптированную программу, это большая в дальнейшем трудоемкая работа Министерства просвещения. А подобные есть уже адаптированные программы в других регионах? Адаптированные программы, если вы имеете в виду именно в театральном направлении, то их нет. И так как мы являемся всероссийской общественной организацией, и общение у нас идет со всеми 75 регионами, когда другие регионы услышали и узнали о нашем проекте, они, в принципе, замолвили то, что здорово, мы на вас будем равняться. И мы будем говорить, что да, в Ульяновске, смотрите, как давайте мы тоже это сделаем на уровне губернатора и на уровне других министерств и ведомств. То есть мы своего рода пилотами являемся в этом направлении. Надеемся, что очень хорошо все получится, и у нас получится действительно реализовать все так, как мы это задумали. Для ребят это тоже будет, безусловно, интересно, потому что, как я уже сказала, будут проходить мастер-классы, будут проходить экскурсии. У нас уже практически есть договоренности с молодежным театром, с театром драматическим, с театром кукол, чтобы ребята посмотрели не только момент актерского мастерства и момента, как двигается актер на сцене, но и что необходимо для того, чтобы реализовать театральную постановку. Это же и свет, это звук, это костюмеры, это декорация, это все-все-все-все в комплексе, и ребята должны ознакомиться с этим изнутри. То есть вот эти вот мастер-классы, мы их назвали «За кулисье», они будут проходить на первых этапах нашего проекта, перед тем, как мы перейдем непосредственно к репетициям. Кроме этого, я хочу сказать, что мы постарались задействовать как можно больше ребят, уже занимающихся своей профессиональной деятельностью по адаптированной программе. Например, в училище в техникуме дизайна у нас есть специальность швея. Там обучаются наши особенные детки, и с ними у нас тоже есть договоренность на пошив костюмов. То есть еще и эта категория будет задействована вот в этом нашем огромном, большом деле. Но у вас огромная команда. Команда на самом деле маленькая. Но вот задействовать мы попытались как можно больше людей, как можно больше профессионалов, потому что действительно тема, она такая глобальная. Меня очень радует и вдохновляет то, что ни один руководитель ведомства, ни один служащий не отвернулся от нашей вот этой вот задумки. И оказывается всестороннее содействие и внимание. Это просто большого стоит. Это говорит о том, что действительно общество наше меняется, о том, что действительно наши люди становятся более дружелюбными и толерантными. В этом направлении, конечно, нужно еще много приложить усилий, но сдвиги уже чувствуются, по крайней мере, на нашей Ульяновской области. Спасибо вам большое за такую беседу. Время у нас, к сожалению, ограничено, но ваши возможности, я вижу, безграничны. Успехов проекту, с удовольствием будем за ним следить и приглашать вас и нас, приглашайте на постановки. Будем с огромным удовольствием присутствовать и расскажем нашим телезрителям. Спасибо. Спасибо. А сегодня у нас в гостях были Наталья Владимировна Зорина, заместитель министра семейного демографической политики и социального благополучия Ульяновской области, а также Светлана Владимировна Верюгина, председатель регионального отделения по Ульяновской области, Всероссийской общественной организации родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными нарушениями, нуждающиеся в представительстве своих интересов по Ульяновской области. Ну а мы двигаемся дальше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры подогнал «Симон»!